Доступная диагностика. В Красноярском крае появился мобильный диспансер. Две грузовые машины оснащены по последнему слову диагностической техники. Во сколько обошелся комплекс к краевому бюджету и когда он отправится по медицинскому маршруту, в репортаж далее. Теперь не только под стук колес, но и под шум генератора. На помощь медицинскому поезду Лука, Война и Синецкий, успешно себя зарекомендовавшему на практике, теперь приходит еще один мобильный медицинский центр. Он не привязан к железной дороге, это два грузовых автомобиля, напичканных диагностическим оборудованием. Рентген, УЗИ, все это можно будет сделать на территории меньше чем 200 квадратных метров. Причем придумка от МЧС пришлась явно по душе медикам. Палатка между грузовиками позволит проводить обследование пациентов в любую погоду. Я таких комплексов еще не видел. С точки зрения полномасштабности, объемности, учтены практически все возможные элементы обследования первого этапа и целый ряд элементов обследования второго этапа диспансеризации. Пока этот комплекс ожидают пробные выезды в районы края. Первым станет Емельяновский, а до конца года мобильный центр посетит еще и юг края Курагинский район. На полную мощность медики выйдут уже в следующем году. Ежедневно может осматриваться от 40 до 100 человек в зависимости от потребностей того или иного района. Соответственно, мы будем и группировать врачебный состав, состав параклинических работников, которые будут обеспечивать работу непосредственно в околоцентральных районных больницах. А ты здесь заводишь пациентов? А пока краевые медики технику только осваивают. Ведь именно в такой комплектации комплекс приобретен впервые в России. И стоимость относительно невелика – 32 миллиона рублей. Всего же Краевой Минздрав планирует приобрести еще один такой мобильный диспансер. Сергей Мурзин, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24.